Добрый день, друзья! С вами Алексей Белоусов, а это рубрика «Обзор компаний», где мы за 10-15 минут рассказываем о каком-то бизнесе, который торгуется на московской бирже, и сегодня у нас речь пойдет о компании «Озон». Прежде чем мы начнем, хотел бы вам рассказать про нашу услугу инвестиционного консультирования или инвестиционного сопровождения, где мы помогаем составлять портфель под ваши цели и задачи, подбираем нужные активы. Также у нас периодически возникают инвестиционные идеи, о которых мы вам сообщаем и присылаем нашу аналитику, плюс поддерживаем тесный контакт. Поэтому, если вы хотите поработать совместно и над вашим портфелем, оставляйте заявку по ссылке в описании, и я с вами свяжусь, мы обо всем пообщаемся. А теперь начнем. Озон. Я думаю, что все вы знаете, чем занимается компания, многие из вас наверняка пользуются ее услугами, но, по сути, если разделить, у них 4 основных направления. Это marketplace, который они развивают, и это является, по сути, IT-платформой. Это логистика и доставка. То есть компания перевозит грузы, доставляет их совершенно любой, который вам нужен. То есть можно купить от яблока до велосипеда или до бытовой химии на Озон, и вам привезут в пункт выдачи заказа или даже до дома. Вот, на мой взгляд, компания правильно подмечает, что они развивают предпринимательство, потому что, по сути, Озон является такой площадкой, где предприниматель или компания может создать интернет-магазин готовый. То есть они выходят, его создают и продают через эту платформу, через этот marketplace. И это во многом удешевляет. Не нужно создавать свой сайт, не нужно унимать отдел продаж, да, то есть достаточно вкладывать в рекламу, и вот Озон предоставляет еще и логистику. И последний пункт – это Озон Фрэш, так называемая быстрая доставка. Центры обработки заказов или фулфилмент, они сосредоточены в западной части нашей страны, в основном в крупных городах-миллионниках. Что такое фулфилмент? Это вот такие склады огромные, где идет сортировка заказов, и потом они уже доезжают до вас. То есть это большие помещения. Возможно, вы видели недавно, в том году, у Озон такой склад один сгорел. Естественно, они застрахованы товар на них, поэтому здесь все, в принципе, надежно, на мой взгляд. Скоро компания должна получить выплату за тот сгоревший склад. Также вот те самые Dark Store – это то, откуда производится быстрая доставка продукции, так называемая Озон Фрэш. Они пока вот в основных городах-миллионниках. Акционеры. Основной акционер – это АФК-система. Компания провела IPO не так давно, несколько лет назад. Также в составе акционеров есть инвестиционный холдинг «Баринг Восток», который инвестирует в различные предприятия на стадии зарождения, скажем так. Казначейские акции – 4% и доля фрифлота или доля миноритариев – 33%. Как я всегда и говорю, важно понимать, с кем мы в одной лодке, с кем мы в акционерах. Но вот, на мой взгляд, АФК-система с точки зрения акционера – это хороший акционер, который в дальнейшем, возможно, будет требовать дивиденды и помогает развивать бизнес, и, если что, ему помогает. Производственные показатели компании. Я здесь вывел 4 основных. Количество заказов активно растет. Мы видим, что сезонность присутствует. Особенно это видно в четвертом квартале, так как там праздники. Количество заказов кратно увеличивается. По последнему отчету 174 миллиона заказов за квартал компания обрабатывает. Больше 232 тысяч продавцов уже на данный момент, 35 миллионов активных покупателей. И вот здесь самый интересный график, на мой взгляд, из производственных показателей – это сколько заказов делает один активный покупатель в год, ой, в месяц, прошу прощения, и сколько он тратит в месяц. И мы видим, что постепенно, если с 2019 года это в среднем 0,3 заказа в месяц, или 1 заказ в 3 месяца, то сейчас это каждый месяц, каждый активный покупатель из 35 миллионов человек совершает хотя бы один заказ и при этом тратит в среднем около 1970 рублей. Ну, то есть, как такой средний чек, да. И он постепенно растет. То есть, несмотря на то, что количество активных покупателей растет, средний чек при этом не снижается. То есть, это говорит о том, что люди больше пользуются маркетплейсом и больше на них тратят. Чаще заказывают. Все это, естественно, очень положительно сказывается на бизнесе Озон. Здесь нужно понимать, что есть такой показатель GMV в финансовых отчетах компании. GMV, по сути, если на русский язык, это товарооборот. То есть, на сколько наторговали за период. И мы видим, что с 2019 года компания кратно растет. В 2022 году они выросли на 86%. И примерно на плюс 60 хотят вырасти в 2023 по прогнозу компании вот от 2 мая. Мы ожидаем, что к 2025 году оборот компании достигнет 2 триллионов рублей. И, в принципе, это вполне достижимо. Если разбить вот GMV на составляющие, из чего он состоит, это так называемая 3P модель и 1P модель. 3P – это когда кто-то продал свой товар через Озон, то есть через Marketplace. И 1P модель – это когда сам Озон купил товар, поставил его себе на баланс и сам же его продал. Вот когда вы видите в приложении, что там продавец Озон, это вот и есть вот эта вот часть. И мы видим, что доля Marketplace, так называемая, она постепенно растет и уже занимает 78%. То есть Озон как раз сосредотачивается на том, чтобы развивать именно Marketplace. Структура выручки. Вот также в 3P и 1P мы видим, что постепенно доход от услуг предоставления Marketplace кратно растет. И сейчас он уже больше, чем доход от продажи товара самим Озоном. Выручка. Если посмотреть структуру именно дохода от услуг, мы увидим здесь, что комиссия Marketplace составляет основу доходов Озон. Дальше идет реклама, которая очень уверенно растет. То есть если в начале 2022 года это было 4 миллиарда, то на конец 2022 – это уже 11 миллиардов. Для сравнения ВК, как номер 2 игрок на рынке рекламы, заработал, по-моему, 23 миллиарда за четвертый квартал. То есть Озон – это почти как половина ВК. С точки зрения рекламы я думаю, что этот сегмент будет активно развиваться в дальнейшем. Озон, нужно понимать, что это убыточный бизнес на протяжении всего его существования. То есть у них нет чистой прибыли, да, у них активно растет выручка, но чистой прибыли нет. Тем не менее, ну, на мой взгляд, да, действительно это проблема, но она будет постепенно улучшаться. Почему я так думаю? Ну, первично там компания сама говорит о том, что вот посмотрите на EBITDA скорректированную, да, то есть это прибыль до налогов и амортизации. Но, на мой взгляд, на нее не стоит прям сильно заострять внимание, потому что компания туда добавляет такие статьи, как, например, вознаграждение акциями или какие-то другие так называемые разовые статьи, да. Но если присмотреться, они, на самом деле, не разовые, они имеют постоянный характер, то есть тут тоже как бы вопрос. Поэтому, на мой взгляд, нужно следить за операционной прибылью, пока бизнес-озон операционно убыточен. Но вот если посмотреть, взять операционные расходы на один заказ и выручку на один заказ, то мы увидим, что вот они практически соединились, да, то есть сошлись в одном месте, операционные расходы снижаются на один заказ. И как только выручка с одного заказа будет больше, чем операционные расходы с одного заказа, то мы увидим операционную прибыль. И это будет большой победой для компании, что она хотя бы на операционном уровне будет прибыльна. Я думаю, что это будет совсем-совсем скоро, мы уже в этом году это сможем увидеть. Планы развития компании, их можно обрисовать вот таким прогнозом рынка электронной торговли. Планируется, что он вырастет где-то на 34% в среднем с 2021 по 2025 год. И будет обгонять все остальные страны, которые представлены на слайде. То есть у нас ставка на то, что рынок сам, рынок электронной торговли будет расти. И за счет чего он будет расти? В первую очередь за счет того, что он будет отъедать долю от старых моделей, там, например, видео или там детский мир, да. Чаще мы теперь заказываем все сразу на озон, потому что это удобно. С доставкой сразу до дома или до ПВЗ. Вот это основной драйвер роста. И в целом рынок, конечно, электронной торговли растет, потому что мы все чаще и чаще ею пользуемся. При этом конкуренты не дремлют. Мы видим, что Валбрис номер один, озон сейчас номер два, Яндекс.Маркет номер три, который также активно догоняет озон. Поэтому расслабляться здесь точно не стоит. Нужно это озон держать в уме. И, естественно, он это понимает, поэтому активно инвестирует. Собственно, что и объясняет, наверное, убыточность компании на данной стадии. И если подвести резюме по компании в таком формате, в котором мы это делаем, да, экспресс-анализа. Озон – это эти компании роста. Рынок электронной торговли растет двузначным темпом. И планируется, что он в ближайшие годы будет расти по 20-30%. Экономика компании постепенно улучшается. Мы это видим по операционным расходам, да, по другим параметрам. По EBITDA тоже. Из минусов. Компания продолжает оставаться убыточной, и это многих останавливает. И действительно, это большая проблема, что компания постоянно зажигает тот кэш, который у нее на балансе есть. Поэтому, если мы закладываем, что озон будет продолжать оставаться убыточным и не выйдет в операционную прибыль, мы должны понимать, что, возможно, потребуется рост долга в скором времени. И это тоже нужно закладывать. Пока у озон долговая нагрузка практически нулевая, потому что у них довольно большая сумма кэша на балансе относительно долгая. Но это все может поменяться, и это нужно держать в уме. И также озон – это депостатные расписки. То есть, компания зарегистрирована на Кипре, и отсюда все вытекающие. Это также я отношу к минусам. Но в целом, резюме такое, что если вы хотите поучаствовать в росте рынка электронной торговли, то озон – это единственный способ инвестирования на московской бирже. Потому что в Albrex мы не можем купить, а Яндекс – это лишь часть электронной торговли у них. Остальные бизнесы идут отдельно, поэтому сравнивать напрямую озон и Яндекс не совсем корректно. Только если вот марки, то можно сравнивать. Спасибо, что слушали. Обязательно оставляйте комментарии. Напишите какую-то обратную связь, насколько это было полезно. Стараемся вот так вот кратко, сжато рассказать вам о бизнесе. Всем счастливо!